здравствуйте уважаемые школьники рад всех приветствовать сегодня у нас с вами 20 занятия мы занимаемся реализации структуры данных пирамида она же куча на си плюс плюс и так собственно давайте приступим что нам необходимо надо понимать что пирамида это структура данных типа двоичное дерево но реализованная она во первых всегда сбалансирована плотно упакованная да и она реализуется на обычном массиве ничего кроме массива нам не надо но я договариваюсь о том что это будет все-таки динамический массив и вектор товарищи вот вектор потому что иначе ну я не хочу обслуживать его своими руками собственными вот так значит соответственно стд вектор у нас будет в качестве вот этого динамического массива а какие базовые операции у нас есть это да что мы будем хранить то есть естественно тот тип который тип данных которых хранится в куче должен быть не обязательно числовым но элементы должны быть сравнимыми да то есть должен быть транзитивный порядок да обязательно они должны быть сравнимыми иначе смысла нет значит что мы должны иметь возможность сделать это посмотреть кто на вершинке не меняй ее да я забыл еще раз тип я хотел задать некий тип мне в принципе все равно какого это будет типа да но я сейчас сделаю некий тайпдев до типа там хип тайп типа для себя просто да вот ну и какой-то сейчас целочисленный что ли тип давайте до хип дэйта тайп до хип если хип дэйта будет ощущение что это собственно именно тип сама куча да как объекта но мы сейчас объекты еще не проходим нам не надо это вот поэтому но тем не менее да меня интересует некий тип данных до дэйта дэйта тайп ну я если честно даже не знаю как мне это сделать допустим хип дэйта т и я делаю тайпдев это так называемый синоним типа я указываю некоторое имя и вот что я тут напишу она будет вот сюда подставляться вместо вот этого имени это намного лучше чем намного лучше чем пользоваться всякими дефайнами макросами подстановки стандартными там сишь старосишными вот лучше писать вот так вот так я к чему это все говорю про этот тип до тип хранимых данных тип элемента в куче дело в том что мне нужно сейчас написать так называемые прототипы функций перед тем как их реально писать я хочу заготовить себе ну так называемые сырцы до сырые функции мог функции неправильно слова шаблончики короче соответственно топ я хочу специально так сделать чтобы можно было пользоваться моей кучей абстрагируясь над ней да не не зная как она устроена и вот базовой операции это узнать кто находится на вершине собственно горы на вершине пирамиды да ну естественно что мне нужно передать сюда саму кучу на куча представляет у себя у меня этот сам вектор до вектор какого типа ну вектор будет содержать вот эти элементы да на самом деле я мог бы вот этот вот тип опять же сделать некий тайпдев до что вот эта штуковина это собственно и есть к сама куча хип т то есть я на самом деле смогу при помощи вот этих функций которым я пропишу там топ там push я смогу поддерживать несколько пирамид одновременно да а вот эти пирамиды до который будет называться хитр на самом деле всего лишь вектор интов и все но я делаю некоторую такую чуть-чуть приподнимаюсь так абстрагируясь делаю это для того чтобы если захочу поменять и хранить не инты а что-то другое да я возьму сюда пропишу что нет и нет а там стадо стринг и все и не буду париться она мне благополучно это скушает если компилятор скомпилирует так вот топ у меня должен получать собственно кучу правда есть такая тонкость что мне нужно вот этот тип мне достаточно иметь его на самом деле по ссылке мне не нужно копировать копиру параметр поэтому я сделаю константную ссылку собственно на кучу да на пирамиду вот я назову буковкой и здесь вот надо ли мне что-то еще да нет в топ не меняющая функция соответственно вот этот прототип да он у меня возвращает собственно элемент значение элемента на вершине кучи следующий прототип мне требуется его достать этот элемент эта функция называется поп эта функция называется поп убрать на этого самого элемент элемент с вершины кучи убрать элемент вершины кучи называется поп смотрите я сейчас вот этот вот топ сделал возвращающий само значение элемента я могу сделать поп как возвращающие функции так и void функции то есть никто мне не мешает пользоваться так что в начале взял топ а потом воспользовался поп с другой стороны никто не мешает мне еще и вернуть само значение элемента поэтому я ее сделаю ну можно посмотреть кто на вершине и не трогать его а можно его как бы удалить да но при этом поп может еще и вернуть но это может оказаться удобным пусть этот поп тоже будет у нас вот таким но он в этом случае уже не является константным и еще мне надо ту самую кучу которую мне передадут то и менять и поэтому очень важно передавать эту кучу по ссылке чтобы она мне здесь была доступна по ссылке а не по этому не по значению то есть короче не копия мне не нужна копия кучи мне нужно ее менять то есть этот поп это скорее процедура чем функция . с той точки зрения что должен иметь побочный эффект это не чистая функция ладно ну я эту терминологию сейчас пока не буду сильно расшифровывать я по моему вам немного про это рассказывал поэтому двигаемся вперед и так убрать элемент с вершины кучи ну и что еще нам базовое нужно чтобы вообще куча баллада нужно посмотреть кто наверху удалить того кто на вершине и положить новый элемент до добавить элемент в кучу кучу она же пирамиды да эта операция называется пуш то есть пуш поп топ пуш поп топ или топ пуш пуш запихнуть нас от поп выскочить пуш запихнуть никого мы будем запихивать мы будем запихивать новый элемент вот вот он да соответственно ну он я предполагаю что вот этот тип он маленький то есть это не какая-то гигантская штуковина маленький да собственно ну как вы назвать его x вставляем элемент даже не знаю а как его назвать пускай себе x будет называться да сама функция войдовая она ничего не возвращать не должна да но вот этот элемент опять же надо вставлять куда-то да то есть эта функция пуш она куч может быть много функция пуш сама не догадается поэтому мне нужно передать ссылку на ту самую кучу в которую я собираюсь добавлять сейчас эти функции являются заготовками то есть они не реализованы давайте перед тем как их реализовывать я пропишу внутри функции main их использование то есть как будто бы я уже сделал кучу да что я сейчас сделаю я буду считывать элементы до int x собственно я буду считывать их с клавиатуры да и пока у меня собственно x там не равен нулю например да я буду закладывать эти значения в пирамиду какую-то естественно мне нужно изготовить хип т делаем моя куча собственно да май хип на это экземпляр да вот этого вектора int всего лишь до динамического массива да и вот я говорю я хочу запихнуть в мой хип икса понятно да ну и после этого считать следующего то есть вот эта логика да она что будет делать фактически фактически что она будет делал я предполагая что пуша работы предполагая что он работает его не существует мы еще не написали да то что мы закладываем иксы до тех пор пока в качестве числа не будет видео число 0 такой вот с терминатором в виде нуля да ну и что дальше буду делать дальше я буду делать следующее пока а да еще один момент я вот вот хорошо что я начал с использования тут же я осознал что собственно для полноты счастья и чтобы я не задумывался о том как устроенная моя куча для вот этой полноты счастья хорошо бы сделать такой вот булев скую функцию которая говорит мне из empty на из empty интересно почему он мне его выделяет я подозреваю что из empty является каким-то условно этим сейчас секундочку ru c++ cpp reference там есть на русском у нас сейчас мы посмотрим но это скорее всего стандартный стд из empty ну ка но не унион класс type вы же нон ст этих дэйта мемберс сейчас я посмотрю на вот нет это не то совсем нельзя использовать к сожалению да прям это действительно ну слушайте я назову его жаль что к сожалению вот так вот но я назову его тогда вот так вот кэмбелл стайлом даже не знаю может хоть назвать его him empty или просто тоже нельзя hip empty ну пусть так называется на может быть и остальные тоже стоило назвать именно так hip push hip-hop hip-hop сушки ну я уж оставлю как есть значит на самом деле это очень простая будет функция потому что поскольку у меня там внутри кучи лежит тупо массив примитивно на динамический массив вектор and tov до вектор хит дэйта т соответственно не пуста ли куча соответственно true возвращает если пуста фоллс если не пуста ну и я что хочу сказать на самом деле можно было бы наоборот сделать что она not empty да да в принципе пока не пуста ну ладно пока not hip empty соответственно май хип пока мой 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 хип не пуст да я буду осуществлять следующее действие я буду на сяут отправлять что значение которое возвращает поп когда я ему передаю май хип ну и какой-то разделитель сюда еще там не знаю такой табуляцию например ну и в конце сяут касая н перевод строки вот то есть я заполняю свою кучу клавиатур и я ее опустошаю соответственно добывая при помощи пол топом я тут не пользуюсь да мне необходима дополнительная функция hip empty значит для того чтобы проверить для начала сам юз кейс а по-хорошему надо бы прогнать этот юз кейс на каком-то примере который вот вот сделает вид что она отработает да то есть я сейчас запрограммировал вот этот кусочек а хорошо бы его прогнать посмотреть на него принципиально я возьму сейчас вот это вот эти вот заготовки функций и ниже по тексту ниже функции main сделаю их примитивные реализации hip empty будет проверять у меня у эйч а эйчет тут просто вектор да он будет проверять его собственно эйч сайс по моему да у нас же у вектора да если он равен нулю все то есть вот это высказывание да оно будет истинным ровно в тот момент когда сайс 0 не нулевой у нас будет так секундочку не нулевой будет означать господи как же у меня громко микрофон настроен только сейчас заметил не нулевой будет означать что в куче кто то есть так push но как проще всего реализовать push вот просто не задумываясь плевать сейчас на кучу вот хочу запихнуть о эйч пушбек это же вектор пушбек все супер разумно ну как сказать но работать будет не так неправильно но некую эмуляцию она будет делать вот я делаю некоторую первую нулевую версию скажем даже не первую до нулевую версию программы в которой на у меня работа с кучей будет неправильно некорректно но тем не менее так достать как достать а давайте последнего элемента возвращать это each pop до единственное что я помню pop back что функция pop back у вектора она как раз не возвращает ничего поэтому мне нужно вначале запомнить это значение да значит each называется бэк если не ошибаюсь это ссылка на последний элемент но мне нужно вначале его запомнить хип дэйтатэ на соответственно как его называть вэлью до return вэлью равно эйч бэк и в конце сделать ритюрн ритюрн вэлью ну слушайте даже не знаю ред или просто вэлью ну его не хочу на лишних слов давайте поменять покороче этот индификатор хип дэйтатэ вэлью запомнили спину вектора то есть последний элемент до на подглянем дайте подглянем значит век то бэк давай дорогой вектор бэк что он делает он возвращает reference to the last elements in the контейнер то есть ссылку на последний элемент контейнера да только надо главное не на пустом вот главное чтобы это было не на пустом векторе ну то есть на самом деле фишка такая что это может привести к нехорошей ситуации по-хорошему да надо подумать а что делать в той ситуации если мы попытаемся достать этот эйч бэк у пустой кучи до кучи в которой ничего нет но мы слава богу так не делаем то есть вот здесь в нашем use case я вначале проверяю что hip not hip empty да и только тогда дергаю поп но тем не менее будет брошенное исключение можно посмотреть undefined behavior это прямо еще хуже undefined behavior это ужасная штука прям нежелательная вот я там открою рядышком но глобально лучше уж бросить какое-нибудь исключение то есть вот здесь вот или договориться что если вдруг у меня собственно hip empty на hip empty each на то что в этом случае мне надо сделать либо вернуть что-то абстрактное либо лучше даже raise или как там это в час секундочку throw все плюс плюс это называется throw бросить так называемое исключение ну то есть это особенная ситуация когда я буквально должен выйти из программы просто вообще сказали ребята все кранты да сейчас секундочку ну любое неважно как будет называться это исключение я сейчас неважно я сейчас посмотрю std exception сейчас посмотрим какие стандартные exception у нас есть чтобы мне не сочинять никакого своего а так ну хоть какой нибудь пример стандартных исключений для стандартных исключений для overflow arrow std exception да плевать std exception бросим и все ну std мне не нужно поскольку у меня using name space std единственное что я не знаю у std exception есть что-нибудь сейчас все чаще еще еще сейчас exception абстракт type простите что залип на этом деле сейчас я посмотрю ладно все я не вижу когда как он бросает где он бросает его а да можно все run time error run time error yes лучше не абстрактный а конкретный класс кинуть вот некая run time error heap поп да он empty heap ну вот тут такая ошибка будет у меня пробрасываться да то есть и вот и чтобы у меня не было этой ситуации не возникало ладно это я опять уже начинаю некоторые навороты делать но смысл в том что я достал значение собственно удалил последнее значение и и return value на самом деле вы же понимаете что подлинный поп должен работать иначе ну и топ что будет делать топ то слушайте он будет у меня сейчас опять же делать не то что надо да он будет возвращать значение этого и чб все все никакой настоящей реализации еще раз говорю пока это тупо пока это просто массив в котором я динамический массив в котором я дергаю там с конца дописываю в конец то есть работает по принципу стека то есть пуш поп сейчас у меня вместо кучи на самом деле там стек для чего это делаю чтобы можно было поиграться с нашим юз кейсом для начала да то есть поиграться с закладкой значений в пирамиду да и добыванием значений с пирамиды чтобы в принципе увидел что о да мой интерфейс доступа к пирамиде работает итак поехали 1 2 3 4 5 0 оп и он нам выдал все значения которые были 0 был терминальным поэтому его нету выдал их все в обратном порядке почему просто потому что у меня сейчас было ансамбле никакая не куча а стек так ладно теперь что я сейчас собираюсь сделать наша задача перейти к настоящей реализации этой структуры данных настоящей реализации проще всего правильно реализовать топ как вы помните у нас самый большой элемент лежит в начале массива все и ч 0 это топ правда никаких проблем поп ну тут я подправляю вот этот момент запоминаю нулевой но подождите а дальше такой момент интересный да так мне надо да вот я нулевой запомнил я потом этот value верну это прекрасно но реально мне надо удалить того кто стоит на вершинке да а как же быть ведь у меня как вы помните у кучи плотная упаковка то есть сама куча да она должна быть упакована так что у меня я немножко первое сделаю повыше да у этих поменьше немножко коленца сделаю да да вот а эти коротенькие сделаю коленца да куча устроена так что у нее уровни заполнены слева направо то есть это условно нулевой 1 2 3 4 5 6 7 8 9 не может быть у меня где то здесь какие то там элементы торчат так быть не может пустоты быть не должно она обязательно упакована слева направо вот поэтому если мне надо удалить элемент который находится вот здесь то очевидно мне нужно последний элемент массива до последний элемент массива убрать как у нас в дереве в в в нашем пирамиде нет никаких ссылок указателей элементы не должны ссылаться друг на друга явным образом как вы помните у нас там очень простая была реализация на нулевой 1 2 3 4 5 6 7 8 да как у нас получается связано родительские и дочерние элементы да смотрите я говорю 2 умножить на ай плюс 1 на это у меня левый или я назову эль то правый элемент правый дочерний до 2 умножить на ай плюс 2 2 и плюс 1 2 и плюс 2 правда вот они дочерние элементы а если мне необходимо узнать родительский элемент да вот у меня есть и ты а я хочу узнать его parent айди да единственное что у нулевого так делать не стоит нулевого так делать не надо да но у всех остальных я беру и говорю parent айди это а и минус 1 с отбрасыванием остатка я я все-таки питание зирую немножко я хочу чтобы вы понимали что это целочисленное да с отбрасыванием остатка от бра сывание остатка естественно все плюс плюс мы просто пишем деление и все да ну вот так вот пэронтовски мы находим вот таким вот образом айды идентификатор родительский если он понадобится но он нам сейчас понадобится через некоторое время да что я делаю сейчас мне нужно действительно удалить последний элемент но перед тем да а потом тут будет целая песня да вот тут вот мне нужно устроить битву до битва за как сказать реальное первенство за вершину горы да продолжение следует да то есть вот здесь он будет у нас собственно такой туду я брошу тут такой туду значит она для начала что я делаю яич нулевой который я запомнил для возврата я его сейчас буду перезаписывать последним элементом то есть вот здесь у меня самый слабый может быть правда не самый слабый в куче да но самый последний наверх правильно там сейчас его будут бить понятно битву за вершиной пирамиды давайте чуть-чуть придержим пока давайте посмотрим еще на добавление нового элемента в кучу мы действительно добавляем новый элемент в кучу просто в конец пушбек и все больше вроде бы ничего но опять же у нас этот товарищ да он пробивается наверх ну то есть это его личная битва да у него попытка подъема на вершину пирамиды да я хотел бы начать собственно реализацию вот этих алгоритмов которые у нас два места где нам требуется поддерживать эту структуру на поддерживать главное свойство пирамиды а главное свойство пирамиды я напоминаю что у нас каждый элемент больше либо равен тех кто находится в его дочерних элементов если это свойство выполняется для каждого элемента если куча упакована именно так как двоичное дерево слева направо да вот с вот такими вот индексами то собственно это правильно построенная пирамида нам нужно поддержать вот это ее состояние да и я предлагаю начать именно с добавления нового элемента это немножко будет попроще и так до каких пор мы будем пробиваться до каких пор прошу прощения доколе мы будем биться но первое во первых мы должны посмотреть где мы сейчас находимся да то есть у меня должен быть места положить индекс до текущий индекс на самом деле правильный и индекс в векторе имеют специальный тип данных это не инт потому что не нужны отрицательные у вектора не бывает отрицательных индексов поэтому там такая штука такая сейчас секундочку я сейчас специально не буду пользоваться я вот так вот сделаю и попал посмотрим даст к мне подсказку не дает подсказку парсер еще парсит файл не дали на 1 давай негодяй расскажи мне про вектор нет не хочешь про вектор ну давай тогда вернемся сюда значит вектор давай value type size type обычно std size type это тип для индекса ну соответственно я могу сделать each size type то есть эта штука each 2 2 часа из тип это в прям сам вектор но сама в данном случае наша куча сознается какой у нее тип для индекса ну короче обычно на самом деле этот соисты есть std соисты да только надо учитывать что соисты такая штука которая отрицательное значение недопустимо а значит движение при помощи цикла force с шагом минус один да мы говорим пока больше нуля нехорошо больше либо равно нуля да потому что больше равно нуля навсегда поэтому нужно осторожно с соисты а вот чаще всего у него как видите он всегда не меньше 16 бит его длина да вот но она может быть реально разная чего там давайте сейчас короче он обычно с аисты танца int обычно да мы и фейл говорит а но может могут у фейлиться на 64 битных системах ладно еще раз а когда индексируем конси плюс плюс контейнеры такие как строки вектора а то предположительным да type d в сайп стайп провайдет басач контейнер обычно это синоним std с аисты короче я вот использую сайстайп непосредственно из контейнера куча скажем ну сумма закутка куча сейчас вектор то она просто сознается мне какой и сайстай это у меня будет индекс по которому я бегу начальное его состояние будет равно собственно длине моего списка да ну за вычетом единички да вот то есть я его запихнул сейчас этот x а запихнул его в конец какой его индекс ну вот он да в принципе в тот момент когда происходит пуш да я мог бы и проверить сразу не никто не мешает вот сейчас этот вайл пока прощение вайл закомментировать я многострочным комментариям это сделаю и вот так вот в качестве дебага на cr сейчас выведу собственно h и ты ну просто чтобы увидеть что он у меня на выводит ну так окей запуск не то запуск чуть не нравится что тебе не нравится и через нота класс говорит он hip-t как те ничуть и не нравится подожди ну hip-t это вектор hip-data t i was not declared слушайте да ладно тебе ну все раскричался сайсты и все видите он говорит надо было через точку наверное вызывать нехорошо и сделал наверное я все понял подождите вот так вот надо было писать вот и все да ну что же я сейчас буду впихивать туда значение он мне будет их сразу писать как видите он благополучно их туда указывает то есть он правильно их видит до правильных сейчас не обращайте внимание что он не там выдавал это абсолютно безразлично да да я это могу смело удалять это не неважно да но я индекс элемента определил абсолютно верно да и часа из минус 1 итак доколе я буду под это самое пытаться биться ну во первых пока и не равно нулю если и равно нулю то битва собственно выиграна на выше подниматься не надо вторая ситуация да какая когда мой родитель вот этот вот товарищ да мой родитель он уже больше либо равен меня тогда тоже подниматься наверх уже не надо да соответственно пока и не равно нулю и пока я больше своего родителя именно больше битва продолжается и элемент в куче в позиции и больше того кто в родительской позиции а это позиция а и минус 1 разделить на 2 это для си плюс плюс и учитывать целочисленность типов это деление с отбрасыванием остатка да что я должен делать первое мне нужно сейчас сделать обмен вот этих двух значений то есть я реально должен с ними поменяться да то есть это должен произойти своп да вот этот и родительский надо поменять местами я воспользуюсь стандартной функцией своп второе мне необходимо собственно шагнуть индексом индекс i должен шагнуть вслед за самим значением а и равно а и минус 1 пополам мне на самом деле не очень нравится что это не разбито вот так вот я вот здесь это дело раскрою здесь я это уж не буду делать то чтобы это дело было покомпактнее как и непосредственно индекс я не хочу делать делать оптимизацию запоминать этот индекс не хочу можно тут его на самом деле можно здесь сделать это auto parent id равно ну parent parent индекс да даже не знаю ладно давайте сделаю это правда не совсем понятно я напишу только единственное что auto чтобы его не выводить его тип parent индекс это i минус 1 пополам и тогда можно будет более красиво написать вот здесь вот и и вот здесь вот i равно parent индекс то есть я собственно переставляюсь опуская родителя на свое место да а сам поднимаюсь на его место в результате либо i окажется равным нулю либо тот кто выше его да вот здесь к сожалению я parent индекс использовать не могу по какой причине по очень простой потому что parent индекс в этот момент еще не перевычислен а i как раз успел собственно измениться понятно можно было бы сюда вписать parent индекс если бы я вычислил пред вычислил parent индекс заранее тогда да и тогда parent индекс надо было бы вот здесь сразу же и перевычислять заново как только поменялось и поменять и parent индекс тоже понятно так можно да можно я могу это сделать это немножко у как сказать еще немножко облегчит количество вычислений потому что я его буду вычислять по сути один раз да значит вот но вот эту строчку нужно и подвинуть вот сюда как только и изменился тут же перевычислить новый parent индекс в этом случае описание переменные я пропишу вот здесь вот услышать и я тогда пропишу ее не аута а вот так вот чтобы они рядышком были вот ай а вот ее parent индекс собственно ты че разу сразу вы вычислили если ай равно нулю то меня не интересует чему он равен потому что он ни разу не будет использован если ай не равно нулю то он уже будет вычисляться корректно окей и благодаря этому я смогу вот здесь вот воспользоваться красивым вот этим вот словом parent индекс ну вот так вот совсем красота потому что стало легко читаться что собственно происходит ну все теоретическое описание в предыдущем занятии в девятнадцатом занятии поэтому я сейчас не углубляясь слишком сильно да у нас попытка подъема на вершину пирамиды естественно что если я сейчас попытаюсь воспользоваться нашей структурой данных то она будет хромать на одно крыло да как то у нас это была курица не летающая до страус бегающий то есть у нас вместо кучи был полноценный стек который работал а сейчас получится что одно крыло мы птицы дали пуш работает должен работать мы на это надеемся да а как работает поп как как то из конца он вот перекидывает значение которое было в возвращать значение в нуле после этого он перекидывает последнего наверх но битвы не происходит поэтому следующим типом максимальным будет он он сейчас наша птица в кавычках наша пирамида она будет как-то работать птицы феникс она как-то будет работать но конечно она будет возвращать элементы и не в плане там как стек да не так упорядка сейчас специально 10 20 30 40 50 ноль 50 30 10 20 40 да что происходит не важно не важно но слава богу она хотя бы не зависает да то есть я прикинул что она будет действительно каждый раз она будет делать пушбек там ничего не будет пропадать а в принципе все значения возвращает но она возвращает не максимум и ровно потому что мы не осуществили битву за вершину когда удаляем самый верхний элемент еще раз обратите внимание что сейчас произошло да вот мыслить что должно произойти мы пока что научились добавлять дополнительный элемент добавили и он осуществляет восхождение наверх либо пока он не достигнет нулевого индекса то есть он находится на вершине пирамиды либо когда тот кого он собирается скинуть больше чем он по значению значит он ну ступает себе остается на своем месте мы заканчиваем заканчиваем собственно добавли заканчиваем битву добавление уже произошло понятно да то есть это перетряхивать он просто заканчивать теперь другая ситуация у меня удаляется верхний элемент и последний элемент отправляется на его место теперь у меня с точки зрения вот этой структуры слева направо все хорошо да но надо чтобы два вот этих товарищей попытались скидывать вот этого вот того который стоит наверху но должен встать туда тот кто больше понятно в какой момент в какой момент мы закончим это движение это не так просто на самом деле смотрите дело в том что у меня у элемента возможны следующие ситуации первое у него есть оба дочерних элемента у него есть l у него есть r это текущий элемент с индексом i давайте сейчас смотрим ситуации когда нам за конь надо заканчивать дальнейшей дальнейшую битву с перетряхиванием собственного элемента с перестановками элементов кучи значит первое это и больше чем и собственно л да либо равен и как одновременно он больше либо равен чем h r это первая ситуация когда нам не нам 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 на вспоминай что было на предыдущем занятии все это теоретически рассказывал без реализации так вот еще раз смотри у нас элемент который стоит на вершине вон там он стоит вот там незаконно он нарушает структуру нашей кучи он не был не самый большой он попал туда волей судьбы просто мы взяли его когда удалили верхний элемент мы чтобы массивами не терпит пустоты да нам нужно кого-то и мы взяли с конца поп бэк и запихнули его туда теперь никакой динамическое действие по изменению размера массива оно происходит у нас только с конца либо в конец но мы сейчас но тем более что это эффективно да в массиве по поп фронт он не реализован векторе да не реализован потому что это не хватно да у вектора должен быть только но он же является массивом можем до увеличивать в конец потому что там может быть некоторые дал аллоцированный заранее объем да либо с конца просто освобождать это пространство и все короче еще раз нам осталось только свопы сделать некоторое количество свопов внутри нашей кучи так чтобы свойства кучи снова соблюдались вернуть в нем в нее порядок порядок старшинства и для этого мне необходимо брать из вот этих двух товарищей того который больше среди них двух они должны обязательно друг с другом сразиться за первенство но естественно если у меня этот элемент больше либо равен этих двух тогда уже не надо ничего это первая ситуация как дальше двигаться больше не надо да но дело в том что у него не всегда есть вообще дочерние элементы у этого элемента может быть только ли левый а правого нету как это определить но тем не менее да давайте посмотрим значит h и ты что больше либо равен кого h ильтова давай и при этом что правого элемента нету как вычисляется индекс правого элемента 2 и плюс 2 да 2 умножить на i плюс 2 что за пределами моего вектора да больше либо равен собственно h точка сайс правда есть такая тонкость h сайс это количество элементов да ну а собственно надо я потому-то и написал больше либо равен да то есть если он равен то его у него просто нету нету да его это вторая ситуация когда дальнейшее движение не требуется да не требуется когда у меня одновременно вот это соблюдается правильно так и третья ситуация когда у этого элемента просто вообще нету ни левого ни правого это означает на самом деле 2 и плюс 1 больше либо равен h сайс то что 2 и плюс 2 автоматически будет больше либо на часы если у него нет левого то правого нет автоматически потому что так заполняется наша куча заполняется слева направо по уровням да то есть это массив просто который заполняет слева направо короче еще раз у него соответственно что третий вариант это 2 умножить на i плюс 1 больше либо равен h сайс вот третий случай когда нам надо остановиться и уже ничего не делать на самом же деле мне с меня скорее интересует формулировка ровно противоположная то есть меня скорее интересует цикл вайл пока и дальше я буду делать своп правда вопрос какой своп куда своп буду делать но еще раз принципиально мне главное сейчас что грамотно сформулировать противоположные условия но как видите еще раз в ситуации 3 да давайте попробуем это сформулировать итак у меня есть и ты элемент и ты элемент а и равно чему я же с вершины начинаю да текущий элемент и ты вот я беру за него его индекс i ну и потому и называю буковкой i от слова индекс значит да забыл h точнее как там hip t size type будем это красивенько называть так ай и так ладно этот i и равен нулю значит до каких пор я буду это делать ща подождите значит у меня да на самом деле там еще будет интересная ситуация что в зависимости от того существует ли правый элемент я буду по-разному себя вести итак первое пока у меня вообще есть хоть какие-то элементы да то есть ситуация когда 2i плюс 1 больше либо равен то там уже не надо ничего продолжать хотя бы какие то значит 2 умножить на i плюс 1 да слушайте а хотите я буду точно так же как это при изменении а я буду делать left и right да давайте давайте у меня будет left и right 2 умножить на i плюс 1 2 умножить на i плюс 2 это правый 2 и плюс 1 2 и плюс 2 вот они left и right отлично итак это их индексы соответственно пока левый элемент существует правый но пока left больше ой меньше age size значит у этого элемента есть хотя бы один дочерний элемент а иначе смысла битвы продолжать нет так что еще является признаком да и ну кроме этого мне нужно чтобы хотя бы один из двух элементов у меня был соответственно больше моего хотя бы кто-то больше моего а иначе все я уже встал на свою позицию да но про существование age от right я еще не знаю значит давайте так значит существует левый и левый элемент собственно больше моего больше моего да правильно или давайте в конце напишу или или что я наверное все таки вот здесь я пишу прям по питоновски с такой уверенностью а я если честно все плюс плюс не так уверен в этом месте как в питоне я все таки вот эти скобочки на всякий случай возьму а то мало ли и и так пока пока существует левый дочерний и этот левый дочерний больше моего или существует правый дочерний то есть он еще находится в пределах допустимых индексов да и при этом этот элемент правый больше моего текущего да вот вот это условие доколе должна продолжаться эта битва за вершину пирамиды да теперь вопрос вот в чем да если у меня собственно правого элемента не существует то тогда я мог попасть в этот while только по одной причине я сюда не попадаю если у меня вообще не было вершин если у меня была только левая то я мог попасть сюда именно вот в этой в противоположной ситуации на противоположной как раз да когда у меня было то есть короче я проверяю в первую очередь если правого нету тогда значит собственно мне можно не перепроверять реально можно не перепроверять не простите перепроверять да я здесь себе отмечу что правого элемента не существует правого дочернего нет да то что у меня либо левый дочерний существует и при этом он больше моего да либо правый существует и он больше моего значит если правого не существует значит я здесь оказался только по той причине что существует левый и он больше моего окей значит автоматически да уже проверяли автоматически если вот так как уберу а то у меня расплылась слишком да у меня что левый элемент левый дочерний существует и он больше текущего да значит их и надо свопать все их и делаем своп да своп кого h от левт дочерний да и h от i тадам их свопнули но тут же надо что сделать сказать i равно левт правильно ну я должен следить за ним потому что битва не закончилась на этом уровне они все два подчиненных сцепились скинули и того но и ты должен двигаться дальше вниз но пока он не найдет свое место либо у него не будет подчиненных понятно понятно да иначе иначе но иначе не всегда то есть хотя нет подождите если у меня я сюда попал значит у меня что собственно оба существует оба существует и левый и правый я вот сейчас думаю а может быть стоило мне вот сюда дополнительные условия прописать дело в том что если существует правый да 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 либо правого дочернего нет дайте лучше вот тут это пропишу если правого дочернего нет а то у меня условия будет или левый больше правого я здесь активно пользуюсь ленивостью оператора или и оператора и то есть дело в том что я не не буду иметь право взять h от right я не имею право взять вот так вот если h от right равен h сайз ну просто ошибка произойдет но поскольку или является ленивым оператором то он если вот это окажется истинной то он сюда даже не пойдет понятно а если это ложь тогда он туда пойдет а если ложь значит правый существует и h от right я имею право вызвать понятно вот такая вещь поэтому хотя в алгебре логике и и или являются коммутативными да в программировании это не так и очень важно да вот это laziness да их ленивость этих операторов логического и логического или надо уметь этим пользоваться вот я этим активно здесь пользуюсь и так если собственно правого нету или левый больше правого кстати больше либо равен он меня тоже устроит если он больше либо равен пускай этот и ты отправляется налево понятная логика да h left больше либо равен h right и он пусть двигается тогда налево на самом деле ситуация равенства в данном случае мне все равно куда он отправится абсолютно даже не знаю если честно как давайте больше абсолютно не важно в какой под дерево он отправится если h left равен h right кто из них встанет на место начальника какая мне разница ладно больше либо равен пускай так вот левый дочерь не существует и он больше текущего а я так уже проверяли условия входа в цикл что левый дочерь не существует и он больше текущего или существует правый дочерний сейчас секундочку что левый дочерний существует ну сложно слушайте я сейчас это самое значит короче левый дочерний сто процентов существует если мы в принципе сюда попали да потому что иначе мы сюда не попадаем так значит и левый уже проверяли условия что дать левый дочерний существует или собственно правый дочерний и он больше текущего а в этом условии вот здесь вот я проверяю следующее даже не знаю давайте лучше вот так вот я вот это вынесут сюда вообще а вот сюда я впишу именно то что происходит я здесь говорю что правого нету или левый больше правого да окей еще раз вот это не принципиально абсолютно ни на что не повлияет но эти больше ладно все я уже больше сделал теперь смотрите теперь смотрите другая ситуация вот теперь это чистый else можно никакого ифа не писать и никакого дальнейшего разветвления не делать я так написал цикл вайл так вот это заголовок цикла вайл что сто процентов бит нужно либо на левый либо на правый надо опускаться да то есть вот я специально сделал вот это условие вот так ну соответственно если не левый никаких дополнительных условий просто оговорим ну тогда свопаемся с правом да почти control c control v только правый с и тем и говорим и ты это правый и поскольку я договорился что у меня ну я мне удобно когда это left right как все красиво записано как только поменял и тут же нужно перевычислить left и right по вон тем упомянутым раньше формулам быстренько их вычислить да соответственно я их раз раз вот ну я это поскольку все равно надо это сделать неважно с левым или с правым происходил своп да то я делаю это после ветвления if else и перевычислил новые левые правые элементы возвращаемый value это тот самый который мы запомнили в самом начале из верхушки пирамиды вместо которого мы записали самого последнего потом этого соответственно последнего мы как раз и это самое понижали все время да при этом конец на вектором и поп-бэком немножко подкрутили то есть как видите осуществилось довольно много действий вот этих битв да битва такая жаркая получилась да давайте посмотрим что в итоге будет получаться я надеюсь что у нас сразу все скомпилируется это удивительно но у нас действительно сразу все скомпилировалось давайте посмотрим давайте сейчас за будем записывать значения в каком-то произвольном порядке 1 9 3 5 2 6 7 4 8 да и ноль не знаю может быть надо было стабуляции их тут вводить но посмотрите какая красота 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ну ноль это терминальный элемент он сюда не включается элементы сейчас попадали сюда как по какому принципу максимальный я в начале вытаскивал максимальный тут есть такая интересная штука вот сейчас я пользовался вектором для того чтобы осуществить сортировку хипсорт по-хорошему мне не нужна такая структура данных как пирамида отдельно я мог бы это в каком-то смысле сделать вот хиппифай этого массива это можно было бы сделать отдельно вот но слушайте я сейчас не особенно прям да а значение соответственно те которые достаю из кучи можно было бы допихивать класть прошу прощения с конца просто в тот же самый массив то есть вместо pop back по-хорошему просто следить за местоположением как бы хвоста укладывают туда в конец вот если это сейчас аккуратненько сделать то мы получим соответственно сортировку пирамиды пирамиды пирамидальную сортировку так называемую да понятно но это чуть-чуть уже нет вот сама пирамида как структура данных она пожалуйста на реализовывать то есть в принципе если мне она нужна именно вот так то что идут некие запросы нужно с ней повзаимодействовать закладывать какие-то значения потом взять оттуда несколько максимальных потом еще туда понапихивать потом еще туда взять немножко то она у меня реализована вот интерфейс взаимодействия с моей структурой данных да давайте я сейчас немножко поговорю с вами да чуть-чуть поговорю озвучу логику да еще раз мы с вами сегодня реализовали не один алгоритм да два более менее серьезных алгоритма да это вставка и с подъемом наверх да по структуре вот это вот да и второе это удаление с вершинки да соответственно и вот это перетряхивание структуры данных с соблюдением ее внутренней структуры это внутренняя структура это не отсортированный массив у него вот эта вот структура она сложнее нетривиальнее если посмотреть на этот вектор в какой-то момент когда мы его заполнили по правилам кучи да то мы увидим ну не зная что это куча мы увидим очень странное распределение ну да самый первый элемент там самый большой будет нулевой в смысле да с нулевым индексом тем не менее да нужно немножко понимать что а да это куча да и тогда будет это понятно почему у него такая такой такой странный значение элементов что же значит этот порядок короче еще раз мне очень интересно вам произнесли следующую фразу мы с вами сделали структуру данных которая для поддержания своей жизнедеятельности нуждается в нескольких алгоритм и вот эту структуру данных товарищи мы с вами оформили как сейчас никакой не класс нет никакого объекта куча да но на самом деле можно завернуть и сделать эту кучу объектом да но посмотрите у нас есть конкретные функции по работе собственно с ней и для пользователя для того кто пользуется этой кучей до реализация этих алгоритмов она не важно как то там они происходят просто ли сложно ли как они реализованы да для пользователя важно тем как мы можем это позвать да вот мы дел можем сделать пуш передали май хип передали икс да и понимать результирующие свойства в результате мы сделали такую инкапсуляцию да и поскольку это не один алгоритм то правильнее говорить не то что мы изучили алгоритм кучи неправда мы не один алгоритм несколько алгоритмов да мы еще не реализовали собственно хиппи за хиппи зацию да протряхивание кучи с этим вот превращение уже имеющегося массива в кучу это можно сделать немножко быстрее чем просто последовательно запи ну короче неважно вот можно что называется делать туда пуш все время да как бы докладывать последние элементы да и тем самым можно можно немножко там быстрее это это неважно но мы обеспечили наличие вот такой структуры друзья я думаю что все-таки судя по времени нашего занятия нет жалко уйти и не рассказать вам сортировку хипп сорт прям жалко сделаем сделаем так что я тут крутнул где то что тут потрогал а вот ну что ж где наши не пропадала я открыл новый файл это будет хипп сорт хипп хипп и так первое я не собираюсь сейчас этот рассматривать как отдельный тип нет у меня я буду работать прям вот над ну массивом с некоторыми данными да дэйта т это не куча это не куча это не куча рейн ну ладно даже не знаю надо ли вектор дэйта т отдельно поддерживать отдельные функции я не буду держать я не хочу держать отдельные функции у меня будет конкретно такая функция будет функция хипп сорт над вектор соответственно дэйта т ну тип дэйта т уж простите я все-таки оставлю неинт а так чтобы можно было любой тип сюда подсунуть и я по ссылке естественно изменяемы это будет некий массив который собираюсь сортировать на классический его большой буковкой и называю да вот единственная функция которая будет у меня фактически реализована проверка пустали кучи не пуста я буду реализовать прям внутри своей кучной сортировки пирамидальной сортировки и так с точки зрения использования да я делаю так это никакой не хип да это теперь вектор собственно чего-то там дэйта т соответственно дэйта т а чё инты дэйта т x это надо было там поправить в том файлике нехорошо что я там называл его интом какой-то и дэйта т дэйта т но на самом деле конечно это инт там на самом деле можно кстати было строки туда впихивать ладно чё я делаю я делаю собственно массив да я туда хочу напихать значений и от сортировать их с клавиатуры я подумаю пусть пока останется с клавиатуры никакого пуш нет это у меня а это вектор поэтому давайте пушбек соответственно туда да пушбек соответственно икса я потом потом буду разбирать там внутри сейчас разберемся внутри кучные сортировки пирамидальной сортировки там сами разберемся и распечатать весь этот вектор по порядку а у то x соответственно сяут соответственно x давайте через пробел так будет более компактно ну в конце перевод строки да все значит сейчас пока не вставлено никакой сортировки так поп это удаляем значит сейчас тут временно все поломано пока временно тут все поломано поэтому я сделаю функцию хипсорт как будто она существует добавить новый элемент в кучу сейчас это все это самое закомментировано надо я это все убираю смысле она забыли ну я пока не удалил это окончательно да пока не удалил это окончательно но содержательно внутри хипсорт все закомментировано формально такая функция существует формально она принимает у меня некий массив вектор да да это ты да то есть я заполнил мне на самом ли не это самое у нас был готовый да где-то рядышком он валялся у нас в четырнадцатом что ли уроки где он нет таск сорт это что такое было таск сорт input вектор тадам вот давайте input вектора да только к нему понадобится еще strings стрим мы это дело втащим сюда и будем пользоваться просто а чтоб не мозолила глаза я могу на самом деле сделать заголовок вот этот вот тут оставить наверху поставить точку с запятой а саму функцию утащить вниз ой 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 а где функция и как-то странно скопировалась дайте еще раз ее все функция input вектор только давайте не int да а дейтат все значит реализации ее есть вот у меня заголовок этой функции мне будет функция ввода вектора на особной строке через пробел без терминального элемента из одной строки через пробел вот так вот вывод ввод списка знаю как бы по сути input сплит можно было так знаете сделать input сплит ту вектор как-то так ладно короче сейчас не важно не важно значит что я хочу сделать что я хочу в итоге сделать значит у меня есть input вектор я его реализовал хип сорт он у меня пока не реализован это у меня пирамидальная сортировка на самом деле она никакого пушбека и попбека делать не будет изменяться количество элементов не будет я сейчас это дело устраню из того внутреннего алгоритма который там будет но пока что как вы понимаете мне нужно проверить сам интерфейс взаимодействия я его естественно сейчас подкорректирую значит да и опять же из таск сорта давайте стырим оттуда print вектор тоже готова хорошая функция нам она как раз пригодится на очок ей не воспользоваться да значит мне нужно что input вектор print вектор так в конец тоже ее print вектор эй а где же этот что неужели не скопировал перевод строки да нет странно вроде как скопировал ладно не уехал он почему-то но приехал здесь все нормально input вектор хорошо print вектор вроде как хорошо да только не int а data t константная ссылка кажется все чистенько осталось вот здесь вот удалить тело этой функции и поставить только точку с запятой вот так вот то есть умеете две функции являются только этими значит а здесь что у меня вывод все но чтоб я его увидел банально до input вектор print вектор hips вот все вот сейчас у меня пускай будет так и тогда у меня есть вектор а соответственно что я скажу у меня input вектор а так равно input вектор в одной строке зашибись дальше hip sort и потом print вектор а все я сам юз кейс на саму самоиспользование моей hip sort я тоже здесь аккуратненько оформил давайте проверим вначале сам юз кейс как он срабатывает так я что-то не могу запустить ее на компиляцию ну-ка еще раз build and run в чем проблема сейчас соображу чем дело что-то его прям сильно не устраивает get line c in line type эксперт конструктор destructor 15-12 ну-ка дайте к еще раз посмотрим так во-первых string stream using namespace std второй раз удалим и у стрим вектор string с стрим была ли какая-то библиотека которым мы еще пользовались не вижу еще раз ожидался конструктор destructor так давайте-ка еще раз я перезапущу код блок сейчас сохраним все и перезапустим код блок потому что что-то мне не нравится его работа мама мало ли что-то мне не показывает конкретную строку конкретное место так давай давай ноу таргет unexpected анкалифа а у меня случайно циферка один сюда попало и видимо из-за этого его и колбасила а да все ну-ка дорогой я его сильно расколбасила потому что я а да здесь содержимое функции попало input в этом она не отображалась у меня а попала на у меня вообще скобка там фактически не было открыто а здесь он лишнюю скобкой опять же он и не отображал это control c control v когда скобки фигурные закрыты control c control v работает в кодблоксе очень плохо так кажется я устранил эти проблемы он скомпилировался а можно собственно переходить в эту в другую перспективу и показывать его работу пабам так это пока не реализованный хипсорт просто мы реализовали ее этот самый массив вот как я его введу так он мне и будет собственно его выводить все хипсорт никакой хипсорт ничего не делает да так ну что же значит что я буду делать первое забыли ну в принципе можно так сказать если массив пуст да если массив вдруг пуст да если a size равен нулю то тогда просто выйти а зачем его сортировать если массив пуст правда на самом деле если он меньше либо равен единице да то есть если он единичка тоже сортировать не надо да все тоже не будем и но так так если с осуществлять вставку дополнительного это удаление сейчас у меня у меня в начале тут идет удаление нет удалять мы будем потом в начале мы будем сейчас циклически добавлять все элементы никакого ускоренного алгоритма делать не буду буду просто отслеживать и добавлять все элементы последовательно вот for int int size t соответственно только есть на что я не буду пользоваться ай вот здесь потому что иначе у меня совпадут идентификаторы это плохо там у меня уже есть ай вот пусть он там и будет есть здесь назову его к элементы будут добавлять соответственно к ты да к этому как бы текущий очередной элемент которая собираюсь добавлять так вот я буду добавлять их начиная от нулевого впрочем а зачем мне нулевой добавлять ведь я могу считать что один элемент он и так находится в куче поэтому я должен добавлять сразу второй элемент с индексом 1 так замечательно до каких пор я буду добавлять пока собственно массив не кончится до а сайс не включительно до к плюс плюс замечательно таким образом сейчас вот в этом цикле for я буду добавлять добавлять и добавлять элемента с соблюдением структуру кучи единственное что никакого пушбека не будет это не требуется дело в том что у меня а к ты и так просто вводится в рассмотрение он и так там уже находится его не надо пушбек но в качестве реального размера текущего размера кучи мне надо отказаться от each size у меня собственно к рассматривает добавляемый номер до добавляемый номер у меня является фактически размером кучи правда не совсем на он не размер а ее размер на единичку больше чем к понятно поэтому я здесь сделаю что у меня добавляется элемент индексом к собственно и он двигается наверх до добавлять элементы надо просто подъем очередного до элемента на вершину пирамиды парам да обязательно копировать потому что и будет меняться а к должен оставаться тем какой есть он будет потихонечку топать вперед 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 отслеживать какой элемент надо добавлять очередной а и будет оставаться прежде так а и будет все время прошу прощения плясать пока он там топает к началу пирамиды да здесь я называл пирамиду each я перешел к названию и давайте проби заодно про просмотрим на всякий случай все что происходит все норм норм parent индекс существует корректно отслеживается собственно все то есть вот это вот на вот это вот действие да она запихнет все все элементы массива не увеличивать не пушбека их а просто вводя в рассмотрение чуть больше чуть больше чуть больше элементов поскольку подъем происходит только наверх то никакого как сказать ухода правее чем к происходить сто процентов не будет ладно теперь мне необходимо доставать элемент вопрос куда куда на самом деле очень просто в конец просто в конец по хорошему я могу просто масть начальный элемент массива а нулевой свопнуть с его последним элементом с последним элементом собственно его последний элемент будет иметь там индекс да и еще мне очень важно сейчас не уйти глубже то есть вот при вот этом вот укладки мне необходимо иметь вершину дальше которой нельзя да и это будет происходить много раз то есть вот это действие по авто в том числе упихивания будет происходить много раз да поэтому я сейчас сделаю цикл в котором у меня вот это вот будет происходить многократно так в этом цикле я буду соответственно не ай только не ай вот это вот некий топ вершиночка и это вершиночка будет идти от конца я максимальный элемент буду отправлять конец вот в конец массива и потом топ будет сдвигаться ближе у меня меньше останется потом опять вот в топовый вот эту вершиночку так как бы на в конец да понятно в текущую как бы вершинку поэтому ее состояние будет равно а сайс ну за вычетами единички потому что мне нужно чтобы топ указывал на реальный элемент на последний индекс последнего доступного элемента куда я собираюсь сейчас отправлю до топ должен быть обязательно больше чего больше нуля ли больше единицы он должен достигнуть единицы почему потому что когда у меня останется только два элемента в моей куче мне нужно достать из этой микро кучи больших элемент и отправить его в элемент массива с индексом 1 поэтому по любому это должно топ больше нуля да то есть топ равный единички еще должен рассматриваться топ минус минус я шагаю минус равно 1 да там по плюсовому пишет минус минус поэтому я не буду часто меня и так что в итоге у меня меняется друг с другом мне достаточно свопнуть а нулевой ой а нулевой и а топовые элементы своп все то есть мы по сути меняем топовый элемент и последний до последний последний наверх до верхушку максимальный в конец да ну дальше до битва тут за вершину но есть некоторая тонкость вот здесь вот я все время смотрел меньше чем товарищи как только я туда отправил максимальный топ становится новым размером пирамиды в рамках которого я должен работать я не имею права смотреть на собственно и а и сайз потому что у меня как бы сказать та часть массива который является кучей становится все меньше 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 более узенькой да понятно поэтому как бы формальный размер того той части массива который вектора который является кучей а в конце уже не куча в конце просто накапливаются вот там в топовый я буду сбрасывать максимальные из оставшихся так заменили заменили осталось заменить и лично эй да везде аккуратненько ну можно было этого не делать но я хочу так хочу учен просто потому что я так и захотел так что глаза боятся руки делают топ есть топ убывает до до тех пор пока топнем мне кажется что это должно работать давайте проверим что не так ой не ту перспективу так хип т а ну да прошу прощения я сам просто соисты собирался тут пользоваться и все не баловаться соисты можно было на самом деле этот самый вектор ну я уже этот тип даже вводить по-моему не стал да не только дэйта ты и все второго тайп дефа нету все сайс т будет больше нет нигде есть еще вот они это чудо чудно и она заработала ну что давайте к юз кейсу да вот вернемся input вектор hip sort print вектором сейчас мы что-то увидим что это мы сейчас увидим один девять три пять два семь шесть четыре восемь я что еще не вел кажется все мне ничего не нужно один два три четыре пять шесть семь восемь и а с нас сортируется массив то есть вот это вот вот это вот а вот эта сортировка дан содержит два этапа ребята ну простите это можно записать короче это можно записать короче да у меня получилось соответственно с там что там двадцать восьмой на соответственно по шестьдесят седьмую строку на 67 минус давайте с 27 пошли там получается у меня сколько 40 строк 40 даже одна да ну короче 40 строк там да есть пустоты и есть комментарии это можно записать короче я не буду ради это самое интересно было бы сделать что и это вы можете сделать уже самостоятельно попробовать вместо ввода с клавиатуры вот этого input vector и вместо вот этого print vector взять из наших функций которые мы писали еще когда только учились смотреть учились сортировкам и там была такая у нас функция такая программка check order просто пробежаться и проверить из ascending order да вот это вот такая на ну проверить факт того что у нас все нормально сортировалась да и я не помню делали мы этого или нет когда-нибудь генерацию случайных элементов ну случайный там можно посмотреть в стандартной библиотеке рэндом там да зачем стер можно было здесь взять и посмотреть там рэндом вот что у нас стандартная библиотека предлагает в качестве псевдо случайных на генератор псевдо случайных чисел соответственно трата там трата там ой там что-то много чего классного появилась и слава богу а то так было плохо без всяко там короче линейный конгруэнтный нам вполне подойдет линейный конгруэнтный двигатель вот стд линера конгруэнтал энджин ну слушайте на самом деле может быть можно попроще дефайнд инхидер рэндом можно просто посмотреть вот простой рэндом здесь есть мерсен саппрок твк рэнджин короче товарищи посмотрите как можно сделать рэндом девайс нон-детерминистик рэндом намбр генератор using hardware entropy source это истинные случайные числа рэндом девайс вот они на самом деле не очень хорошо распределенные бывают но это неважно зато они вот хардварды товарищи еще раз по существу да я предлагаю вам провести проверку качества не качество асимптотики нашей хипсорт которая вот здесь вот реализована окей вот но собственно программный код я сброшу сейчас а содержательно мы вот и сделали полную реализацию мы сделали просто структуру данных пирамида для общего пользования до для чего это еще отдельный вопрос на самом деле куча очень хороша как приоритизированная очередь но сейчас мы не будем ее для этого пользоваться не буду ничего этого рассказывать но ее очевидная реализация это быстрая сортировка за n умножить на логарифм н если вы проведете микро исследование до загоните туда тысячу чисел и про просто проверите порядок в порядке искать окей в порядке да никакого инпута и аутпута не должно быть лишнего просто вот отсортировали смотрим время опыт сортировали смотрим вот прогоните тысяча две тысячи пять тысяч десять тысяч там сто тысяч элемент в миллион элементов загоните туда посмотрите что происходит посмотрите на как она работает попробуйте там график построить в excel и посмотрите это первое из быстрых сортировок и благодаря этому вы вот должны почувствовать кайф да это было сложно но это работает минусы не сегодня не буду у нее есть минусы но то а еще она работает на месте то есть мы из массива никуда не выходили нам никакой дополнительную несколько переменных надо дополнительных минусы у нее есть на самом деле если не скажу сейчас все еще раз рекурс я не скажу никогда минус у нее знаете как он она перепутывает начальный порядок элементов то есть если сами элементы не являются числами а являются но некими там структур коми стракт или объектами до эти объекты транзитивно сравнимы например объект это кортеж с информацией об имени фамилии отчестве человека и его возрасте а ключом по которому происходит трудов к сортировка является возраст и нам надо упорядочить людей по возрасту так вот если у всех одинаковый возраст или просто у кого-то одинакового возраста то начальное расположение их в массиве будет абсолютно не соблюдено она их перемешает она что-то с ними сделает а вот в процессе вот этой битвы от этого сюда этого туда этого удалить будет происходить перетасовка равных друг другу по значению но разных элементов равных друг другу по компаративному значению по ключу равных друг другу по ключу но разных с точки зрения их эквивалентности принципиально это разные элементы вот эта штука называется устойчивость сортировка является устойчивой если она не меняет исходный порядок равных друг другу элементов по ключу ну поводу тому почему мы их сравниваем сортировка пирамидальная неустойчивая понятно ладно на этом сегодня все мы заканчиваем наше занятие